Награждение победителей регионального этапа конкурса «Энергичные люди-2021». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 33 энергоблока, в ремонте 5 энергоблоков, фактическая мощность на сегодня на утро 28 563 мегаватта, выработка составляет 102,52%. На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока. Общая мощность составляет 3142 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 15 дней ноября энергоблоками Смоленской АЭС было выработано более 1 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 41 миллион. С начала года выработка составила 19,4 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 340 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленскую АЭС На конкурсе в составе команды «Росатома» представляли сотрудники, которые в этом году достойно прошли все этапы чемпионского марафона. В дивизиональном конкурсе «Реал Скилз» и отраслевом чемпионате «Атом Скилз» в компетенции «Инженерное мышление Каракури» наша команда Виталий Фёдоров, Сергей Прудников, Дмитрий Зайцев и Алексей Гавриленко стала обладателем серебряной медали. На чемпионате «Хай-Тек» в слегка изменённом составе взяла бронзу. Алексей Гайдайчук при поддержке своего эксперта Константина Шурыгина в компетенции «Электромонтаж» завоевал серебро на дивизиональном этапе и золото на отраслевом. На «Хай-Тек» вошёл в тройку лучших по количеству баллов. В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования РЗА» Анастасия Штарёва, наставник Алексей Архипов, выиграла золото «Атом Скилз», в «Хай-Тек» стала четвёртой. «Хай-Тек» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства. В этом году он собрал 500 участников со всей России, которые боролись за звание лучших в 39 компетенциях. Сборная «Росатома» взяла рекордное количество золотых медалей – 21. Команда «Атомщиков», победившая в компетенции инженерное проектирование, забрала и главный приз – 1 миллион рублей от Фонда развития промышленности. Ещё один призовой миллион достался их наставникам. 12 ноября состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Энергичные люди-2021», учреждённого концерном «Росэнергоатом». Творческий конкурс проводился для работников СМИ и блогеров Смоленской области на лучшее освещение темы развития атомной энергетики. Председатель профсоюзного комитета Смоленской АЭС Игорь Хомяков на награждении поблагодарил журналистов за активное участие в конкурсе. За объективное освещение безопасной и надёжной работы атомной станции, её экологической чистоты и вклада в развитие региона. В борьбе за звание «Энергичных людей года» участвовали видео- и радиоматериалы, публикации в печатных СМИ и социальных сетях. Месяц назад мне повезло столкнуться с очень интересной историей, когда у нас в Десногорске проводился один из этапов X-Waters. Приехали интересные люди, очень классно всё было организовано. И довелось окунуться в эту атмосферу уникальных людей, которые могут плыть часами, сутками. Ведь для того, чтобы плыть, они приезжают за десятки тысяч километров и радуются этому, заражают нас этой энергией. По мнению журналистов, участие в конкурсе – отличная возможность для профессионального роста. Этот замечательный конкурс объединяет журналистов, операторов городов атомной энергетики и помогает нам в развитии, и позволяет показать не только жизнь нашего города, но и узнать о жизни других атомных городов. По итогам конкурса победителями стали выпускающий редактор газеты «Рабочий путь» Татьяна Марщенкова, корреспондент ВГТРК «Смоленск» Максим Филипенков, автор блога на LiveJournal Сергей Чернов, сотрудники ТРВК «Десна-ТВ», оператор Юлия Соболева, главный редактор Виталий Степанов, корреспондент Ксения Ложкова. 18 и 19 ноября 2021 года состоится дивизиональный день знаний. Мероприятие реализуется в рамках программы по повышению благополучия работников, направлено на развитие сотрудников и повышение их вовлеченности. Обучение будет проходить в формате онлайн. Приглашаем принять участие. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok